Добрый день, уважаемые телезрители канала Уллправда ТВ. Я Данил Ноздряков, и сегодня гость в студии проходит немного в необычном формате. Мы с нашим визави поговорим на его рабочем месте, а не в студии, как обычно бывает. На вопросы о политике, о многом другом, ответит председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России, заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин. Добрый день, Максим Александрович. Добрый день. Вчера вы посетили с губернатором Сергеем Морозовым Ульяновский и Ленинский мемориал. Вы неоднократно говорили, что будете помогать на восстановление этого памятника. И вчера, собственно, осмотрели ход восстановительных работ, ход реконструкции, которые там проходят. Расскажите, пожалуйста, что там сейчас делается, и каким образом сейчас оказывается помощь от вас, от партии Коммунисты России, в чем вы способствуете? Ну, на самом деле, мы регулярно осуществляем глиптоцкий надзор и регулярно выезжали на этот замечательный объект. Вообще, я считаю, что это жемчужина нашего города. Такого мемориала нет не только у нас в стране, а больше нигде в мире. Такого масштаба, такой исторической значимости. Естественно, для нас, как коммунистов, коммунистической партии Коммунисты России, очень было важно добиться его реставрации, восстановления. Потому что еще несколько лет назад, когда мы эту работу начали, эксперты говорили о том, что разрушение здания, особенно несущей конструкции, таково, что буквально 10-15 лет оно просто начало бы рассыпаться по кускам, и ничего уже нельзя было бы сделать. Поскольку оно достаточно грандиозных масштабов, огромный объем мрамора, огромный объем площадей, естественно, суммы требовались колоссальные. Понятно, что для нашего бюджета областного это была бы очень тяжелая нагрузка, тем более у нас много социальных задач по финансированию медицины, по образованию и другие социальные задачи, которые, конечно, не позволяли бы выделить такие средства. Поэтому мы начали работу с федеральным центром, и несколько лет назад удалось добиться выделения федерального финансирования 2 миллиарда 100 миллионов на реконструкцию фасада. В принципе, тогда было все, я вам скажу, очень плохо, когда мы поговорили с экспертами, поскольку 50 лет назад, когда строилось здание к столетию Владимира Ленина, не было современных технологий, скажем, фасадный мрамор был просто прилеплен к кирпичу. Что приводило к тому, что точка рассыпь приводила к постоянным негативным процессам, то есть это коррозия металлоконструкции, разрушение даже кирпича, разрушение мрамора. И строительной организации пришлось демонтировать весь фасад, преимущественно старались сохранить исторический мрамор, его обновить, почистить, но понятно, что какая-то часть мрамора была уже невосстановима, пришлось на том же месторождении, где до этого он добывался, заказывать их, и были применены новые технологии. То есть сейчас фасад вентилирован. То есть когда его заново собрали, его уже на несущие конструкции специально установленные поставили, и сейчас по современным технологиям он просто получит гораздо больше и в гораздо лучшем состоянии. Кроме того, была большая проблема, что, естественно, когда изменилась конфигурация крепления, то каждую плитку пришлось вручную подпиливать, чтобы они вставали одна к одной. Но очень порадовало то, что заказчик подошел ответственно, и те, кто потом готовили проектно-смертную документацию, благодаря новым технологиям удалось сэкономить, ну и контролю депутатскому, то есть регулярному, существенное средство, что их хватило не только на фасады, изначально предполагалось, что эта сумма только на фасады, которые были неуверены, что хватит такого объема финансирования. Но хватило и на замену коммуникаций, связанных с отоплением, с вентиляцией, но тех коммуникаций базовых, которые находятся в подвале здания, это огромные машины, достаточно дорогостоящие, их удалось себе заменить, но встает вопрос еще о внутренней отделке. Даже хватило еще средств на реставрацию малого зала, и в принципе уже работы вот в рамках этих расходов должны быть завершены к сентябрю. Но на самом деле не так все просто, поскольку еще есть необходимость внутреннего ремонта, отделки, личных пролетов и всех внутренних помещений, кроме того подготовку новой экспозиции, естественно. Так что вот мы вчера проводили большое совещание, по расчетам примерно пока где-то 1,6 миллиарда необходимо для внутренней реконструкции, потому что это воздуховоды, отопительная система или электросистема, потолки, лестницы, ну то есть там огромный объем тоже. Здание все-таки и внутри достаточно огромное. А, кстати, хотел сказать, что еще и хватило средств на восстановление гранитной плиты, которая тоже была в ужасном состоянии. Кроме того, еще... Хорошо сэкономили прям. Да, еще практически, я так сказать, процентов 40, наверное, потому что огромные средства требуются. Это как пита гранитная, она же тоже огромная, да. Вот, кроме того, над ней потолок, который весь, из-за того, что здание немножко ходит, и там перекос до 30 сантиметров по углам. Да, там зона оползневая, там всегда проблемные. Да, к сожалению, и пришлось полностью заливать огромный этот бетонный потолок, потому что там провисание было до 30 сантиметров. Кроме того, еще удалось экономить средства на замену всего остекления, потому что там же огромные специфические стекла еще с советского периода, которые продувались. То есть, например, сейчас, как эксперты говорят, энергосбережение здания улучшилось в два раза, потому что было все заменено на современные стеклопакеты, но выполнены, скажем, рамы в том же стиле, сохраняя историческую память и под присмотром экспертов из Минкультуры и тех, кто надирает за памятниками архитектуры. Поэтому вот на этом этапе, я считаю, что мы очень большую работу проделали, потому что если бы только на фасад хватило, то на все внутренние еще... Еще бы очень много пришлось выбивать средства, да. Очень много, но вот благодаря контролю и новым технологиям мы сейчас такой результат достигнули. Но мы все-таки эту работу продолжаем и с федеральным правительством. Надо еще где-то 1,6 миллиарда на внутреннюю реконструкцию и порядка 300 миллионов на создание новой полномасштабной экспозиции. Мемориал имени Ленина уже новый, современный, чтобы рассказать о Ленине как исторической личности, и во всех его ипостасах, и как философа, и как государственника, и вообще про ту эпоху, которая была, когда все события в нашей стране разворачивались. То есть сумма порядка 2 миллиардов. И в принципе уже предварительные переговоры с Федеральным министерством культуры идут, и есть шансы добиться и этих денег из федерального бюджета. В течение 2022-2023 года примерно по 700-800 миллиардов у нас есть надежда добиться выделения этих средств, и мы будем работать над этим. Вот о той эпохе, когда все это происходило, одним из запахальных событий был праздник 8 марта, и вот недавно, когда празднулось его несколько дней назад, вы, по-моему, накануне предложили, что еще женщинам будут выплачивать, предложили сделать такое предложение, чтобы женщинам выплачивать некую такую 13-ю зарплату. Вот расскажите, пожалуйста, об этой инициативе, что это, зачем она нужна, для чего она, и кто может получать эти деньги? Ну, Международный женский день – один из самых замечательных праздников. Наши женщины, матери, сестры, это, наверное, самое лучшее, что у нас есть дочери, у нас самого дочка Гульянова в том году родила. Мы считаем, что надо всемирно поддерживать женщин, да, тем более, как мы видим, особенно сейчас в туристической системе, женщины получают меньше, зачастую больше трудятся, и есть явное ущемление прав женщин. Поэтому мы выступили с такой инициативой, чтобы 8 марта делать реальный подарок, реальную материальную помощь в форме 13-й зарплаты, потому что, в принципе, в любом бюджете, в любом предприятии более-менее устойчиво функционируется, есть средства для материального стимулирования. И если законодательно это закрепить, то, в принципе, нет проблем работодателю, уж тем более государственному, да, и частному, сделать такой подарок женщинам. Мы обратились в Государственную Думу с этим предложением. У нас пока, хотя в регионах у нас много фракций, уже 6 фракций, субъектов федерации, порядка 300 депутатов разного уровня в разных регионах России, здесь в Ульяновске у нас фракции, в законодательном собрании, в городском парламенте, но в Госдуме пока своей фракции нет. Поэтому на федеральном уровне мы не обладаем пока законодательной инициативой, хотя вот сейчас будут выборы, будем надеяться на поддержку избирателей, тогда мы точно этого добьемся. Так пока мы обратились в целую Государственную Думу, но ответа пока не получили, мы будем надеяться, что депутаты Государственной Думы все-таки отнесутся к женщинам по-человечески. Насколько видел, вы еще говорили и про 23 февраля, что там тоже какую-то доплата. Мы считаем, что, так сказать, имена должна быть и расширена, такой уж подарок надо сделать мужчина, но это следующим этапом, потому что женщины все-таки раздражаются. А как вы вообще в целом относитесь? Сейчас по миру очень популярна эта тема, возникают феминистические движения различные за права женщин, как вы к ним вообще тоже относитесь? Со скепсисом или все-таки без? Ну, понимаете, тема сложная. На самом деле, так как советская власть боролась за права женщин, наверное, никто в мире не боролся. Естественно, мы как коммунисты эту линию будем продолжать. И одни из первых начали бороться, можно сказать. Например, элементарно, мало кто знает, что в странах Европы право голосовать женщинам дано было только в около 70-х. А в Советском Союзе уже по Конституции 36-го года было всеобщее избирательное право. И право на труд, и право на самореализацию в Советском Союзе у женщин было стопроцентное при полной государственной поддержке. В капитализме это превращается в некий такой сюр иногда, потому что мы все знаем, что одно дело поддержка женщин, их права на труд, на здоровье, защиту материнства и детства. Другое дело, когда эти феминистические формы приходят вообще, вы знаете, всякие феминистские группы, которые там голыми бегают и так далее. Это все разрушается, семейные ценности, чего мы допустить не должны. Поэтому, соответственно, за права женщин надо бороться, и нам, мужчинам, прежде всего, и их всецело поддерживать. Еще одна инициатива, которая тоже может коснуться огромного числа людей, которую предлагали еще перед Новым годом, и предлагали, чтобы ее Государственная Дума рассмотрела после новогодних каникул, но вот не видел никакого свидетельства, смотрели они ее или не рассмотрели, это кредитная амнистия. И мы все прекрасно знаем, что, особенно во время пандемии, люди взяли много кредитов, соответственно, ситуация, уровень жизни ухудшился, и вернуть многие не могут. Вот расскажите, пожалуйста, она сейчас как-то рассматривается в Государственной Думе, и вообще, что это вот за такая, за кредитная амнистия? Мы выступили в начале года с такой инициативой, потому что у нас хороший экономист, хороший экономистский блок партийный, который провел анализ, и мы видим, что практически подавляющее большинство населения, особенно трудового населения, задушено кредитами. И даже, в принципе, для нормальной экономики это было бы выгодно, освободить значительную часть людей от этой кредитной кабалы, особенно после пандемии, когда действительно доходы очень сильно упали у многих семей, у мелких предпринимателей, многие потеряли свой бизнес, потеряли работу, да, и, в принципе, для многих ситуация достаточно катастрофическая. Мы предложили рассмотреть вопрос о кредитной амнистии, о погашении, обнулении, фактически, кредитов до трех миллионов. Понятно, что надо прописывать это законодательство, посмотреть категории. Конечно, были критики, что, ну вот, люди набрали, а мы не брали там, ну, давайте все-таки рассуждать, когда людям тяжело, надо помогать. Поэтому, если беда случилась, в принципе, мы считаем, что эти средства в государстве есть, и это даст огромный стимул экономики, потому что люди, освободившись вот от петли, удушающей экономической, будут более активно, и тратить, и решать свои семейные задачи, что, в целом, еще и даст стимул развитию экономики и росту ВВП. Ну, то есть, я правильно понимаю, что это возмещение, это не просто, что, допустим, как говорится, кинули банки, а это возмещение им денег из государства вот за те вот недополученные кредиты? Ну, там все сложнее, мы же, так сказать, не там безумные популисты, как, наверное, наши критики нас пытают представить, но все-таки размышляем. Понятно, что если повесить такую нагрузку на банки, да, то это может повесить к банкскому коллапсу. Там надо смотреть. Дело в том, что эти многие кредиты зачастую сформированы были, например, люди попали еще, когда были скачки доллара, да, там они, разбираясь в экономике, взяли кредит в валюте, банк на этом сыграл. Надо смотреть валютный баланс, да, если у банка по валютному балансу сходило, он просто фактически ограбил, да. Надо смотреть по процентам, потому что очень у многих кредиты завышены, 15-20-25% людей. Ну, всякие микрофинансовые организации. Микрофинансовые, да, поэтому надо смотреть по категориям. Если это ограбительская микрофинансовая, то можно обнулить, что там они получали по 1000% годовых инвестиций, ничего, не разоряться, я думаю, и сильно, так сказать, не обеднеют, да. Если это идет о крупных банках, то на структуру кредита надо смотреть. Понятно, что основное тело кредита, скорее всего, надо будет заместить из бюджета, да, а, скажем, проценты, так сказать, какие-то штрафные можно сторнировать. Ну, то есть, тогда почему надо закон понимать, да, потому что не так вот, что вот мы... Всем у кого, всем ноль, да, а банкам всем спасибо, да. Ну, то есть, фактически каждый случай рассматривать как в частном порядке. Ну, по крайней мере, надо, так сказать, законодательно прописать категории случаев, да, так сказать, и смотреть, чтобы там не было мошенничества, и чтобы это не ударило, так сказать, в целом по банковской финансовой системе, потому что понятно, что если мы ее обрушим, это будет, впоследствии, еще будет стратегически. Очень часто на левом поле характерны и расколы, и различные, когда из одной организации получается там чуть ли не десяток разных, но, тем не менее, сейчас можно наблюдать, что идут и некие конституционные процессы. Ну, то есть, один из недавних примеров – это партия «Справедливая Россия», «Патриоты России» и, соответственно, движение «Захара Прилепина за правду» объединились в одну партию, и, собственно, наверное, с прицелом, ну, как они точно говорят, уже на выборы в Государственную Думу. А вот коммунисты России ведут какую-то объединительную деятельность среди левых? Есть ли какие-то союзники? Понятно, что с КПРФ, допустим, как с самой крупной партией, отношения складываются не очень. Ну, конкуренты, а вот с другими как-то и вот какая-то… Вы знаете, мы ведем широкую работу с различными общественными и патриотическими организациями, да, для консолидации, так сказать, и при выборных процессах вообще в работе, да. У нас есть наша дружеская организация, скажем, молодежная, Всероссийский Ленинский Коммунистический Союз молодежи – это самостоятельная общественная организация, но это молодежная организация партии, которая нас поддерживает. Есть общероссийская организация, например, «Атеисты России», сейчас формируется организация «Православные коммунисты», которая тоже нас поддерживает. Есть авангард «Красная молодежь» и «Трудовой России», это бывшая молодежная организация «Трудовой России», которая пришла нас поддерживать. Есть еще целый ряд незарегистрированных компартий, с которыми мы ведем сейчас переговоры и стремимся к консолидации. Другой вопрос, что мы к этому более серьезно подходим, потому что объединяться просто только под выборы, ну, это тоже хорошо, конечно, да. Но, как правило, такие союзы потом распадаются. Вот мы видим пример тоже «Справедливая Россия», я напомню, когда они формировались еще в 2007 году туда, например, вошла партия Родины. Вошла партия Родины, да. Ну, вот они отбыли там несколько созывов и потом опять разошлись. Поэтому, соответственно, и что не мешает, потом им опять. Поэтому мы очень серьезно подходим с точки зрения идеологической. Потому что мы хотим, чтобы в наших списках и нашими депутатами были люди с коммунистическим убеждением. Тогда у нас будет, получается, добиваться принятия законов, тогда у нас будет, получается, эффективно бороться за права трудящиеся. А если это будет ситуативное объединение под выборы, и мы там наберем, вот, я вообще наблюдаю этот процесс объединения, ну, понятно, что там известный Захар Прилепин, Семигин там. Читал у него только сегодня, что он говорил, что «Восправедливая Россия» 6%, а сейчас уже за нас готовы 9% проголосовать. Ну, вот посмотрим, как у них получится, потому что уж больно они разнонаправленные ребята. То есть, даже в самой Крыге России объединение небольшой группы левых социал-демократов с большой группой правых социал-демократов. Поэтому им достаточно тяжело удержать. А тут еще пришли, как бы, структуры, еще более, там, по-другому смотрящие. Тоже своим шлейфом. Да, поэтому, когда лебедь, рак и щука, то у них всегда получается единое движение к цели. Ну, дай бог ему, да, у них своя песня. Мы считаем, что должны проходить коммунисты, и только коммунисты могут реально бороться за права трудящихся. Поэтому мы объединяем вот именно левый коммунистический спектр организаций, с ними, так сказать, работаем, ведем переговоры и будем добиваться исключения в свои списки и победы на выборы. А вот вы говорите о левых организациях. Тем не менее, допустим, если мы смотрим даже на КПРФ, то часто бывает такая ситуация, что лидеры говорят одно, а низовые организации, ну, вот они как-то по-другому. Например, недавно прошедшие протесты, которые были несанкционированы, тоже были. Мы видели от Геннадия Андреевича, что он заявлял, соответственно, что все это плохо, санкционированных никаких не надо митингов. Но, тем не менее, в низовых организациях рядовые коммунисты принимали все-таки участие в этих протестах. Так вот, с рядовым активом КПРФ вы каким-то образом контактируете, работаете? Ну, рядовые активы КПРФ очень разные. Там действительно очень, почему мы там никогда на самом деле вот так оголтело КПРФ не критикуем, да, как вы пытаетесь у нас представить, что мы якобы с ними боремся. Но они вообще не интересны, да. Вот, у нас вся песня, мы строим нормальную компартию, опираемся на поддержку своих сторонников, да, и добиваемся избрания наших коммунистов и их работы потом в интересах людей. А структура достаточно сложная в КПРФ. Там есть руководство, которое давно решает свои проблемы, и больше их ничего не волнует. Да, и есть низовые структуры, где действительно очень много честных коммунистов и ветеранов, да, и понятаряков. Я сам 8 лет был в КПРФ, от 18 до 26 лет прошел там все, от первички Райкома до кандидатов в член ЦК партии. Скорем Райкома. Поэтому мы все хорошо знаем. Поэтому там, где живые организации КПРФ, на самом деле, и у нас есть двух партийные организации, они всегда взаимодействуют. Другой вопрос, что, конечно, мы по-разному смотрим. Конечно, мы не будем в леволиберальных протестах принимать участие. У нас, в принципе, достаточно консолидированное мнение рядовых руководителей партии, да, потому что одно дело процесс социальный, да, в защиту прав трудящихся, так сказать, с политическими требованиями изменения, там, так сказать, политического строя в социалистической системе, да. А другое дело, когда совершенно понятно либерально-провокационные мероприятия. И мы их увидели много раз. Мы же прекрасно понимаем, так сказать, кто это делает и на чьи деньги. Другой вопрос, что, наверное, какие-то рядовые активисты КПРФ, так сказать, увлекаются этим моментами. Им там важен протест ради протеста. Но это их вопрос. Вот. Мы проводим свои мероприятия, митинги, пикеты по социальным проблемам. И зачастую удается соблюдать у нас, надо добиваться решения проблем. Вы уже начали, естественно, отвечать на мой следующий вопрос о выборах Государственной Думы. Пойдут ли коммунисты России? И очень интересно еще вот такой момент. Когда был предыдущий электоральный цикл, у коммунистов России был очень яркий и звучный лозунг, наверное, который запомнился многим. И сейчас даже практически стал каким-то неким мемом, что скумбрия рыба будущего. Будет ли вот какой-нибудь вот такой же вот яркий лозунг, под которым, ну, я, наверное, уверен даже в том, что коммунисты пойдут в Россию. Ну, мы в 16-м году принимали участие в Государственную Думу, тогда из, по-моему, 12 или 14 партий. Я точно не помню, мы заняли пятое место. Первое сразу после вошедшей в Государственную Думу партий. И, значит, фактически первое среди не вошедших, не входящих в Государственную Думу, не парламентских партий. Когда нас поддержало более чем 1,2 млн избирателей, это по официальным данным 2,6%, как партии, имеющие региональные фракции, у нас их сейчас 6, по закону достаточно одной. Мы имеем право прохождения, ну, выдвижения в Государственную Думу без сборов подписей. Поэтому, конечно, будем обязательно участвовать. И мы, кстати, и в 16-м году, и сейчас мы были, там, из непарламентских практически единственной партией, которые закрывают все 225 мандатных округов, от Чукотки до Калининграда. Естественно, и в Ульяновской области у нас будут кандидаты. Кто конкретно, это определится сначала областной комитет партии, у нас, если же, уже здесь боевая организация сформирована, постоянно растущая, много активных коммунистов. А далее съезд партии уже окончательно решает вопрос по выдвижению списка. И кандидатов по одномандатным округам. Поэтому будем однозначно участвовать. Сейчас идет работа над программой, да. Конечно, мы как партия молодая, креативная. И мы, наверное, придумаем какие-то интересные вещи. Другой вопрос, скажем, вопрос Кумбрии, да, конкретно было в избирательной кампании, когда мы боролись за поддержку на выборах в законодательное собрание нашей области. И, в принципе, это сработало, люди узнали, оценили, запомнили, поддержали. Как это будет на федеральном уровне, у нас очень разные субъекты федерации. У нас 85 субъектов в России. Ну, у нас 76 отделений, то есть мы почти всю Россию покрываем. И, конечно, это должно быть на уровне федерального согласования с разными областными комитетами, какую мы тактику выберем. Другой вопрос, что у нас за, так сказать, такими вот мощными информационными шагами всегда стоит реальная программа. И, на самом деле, поддержка такая была не только потому, что там, ну, какая-то часть избирателей, которые ориентируются просто, ну, не вдаётся в подробности, да, они только оценили с Кумбрии, ну, и тоже понравилось. Мне потом рассказали, что в магазинах города про все раскупились с Кумбрией. На всякий случай. Да, 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 на всякий случай. Ну, тем не менее, скажем, даже вот в те, ну, и в любые выборы, в те выборы у нас была программа избирательного объединения, мы её напечатали, мы раздали 100 тысяч газет тогда в городе, да, поэтому поддержка была обеспечена не только вот информационным, так сказать, бумом, да, и я думаю, что и многим понравилась реальная наша программа работы по законодательному собранию. Так же будет и на федеральном уровне. Сейчас готовится предвыборная программа. В 2016 году у нас она называлась «10 советских ударов». Это фактически модернизация, социалистическая модернизация, возвращение экономики, так сказать, вот к тем лучшим вещам, что мы имели в Советском Союзе и в социализме. Бесплатное жильё, бесплатное образование, обеспеченная старость, бесплатная медицина. То, что, в принципе, государство сейчас может обеспечить, просто это капиталистическое государство не хочет, значит, его надо доставить. Поэтому, соответственно, будем работать над этим. Но пока, естественно, пока решение не принято, вариантов много, да, я их, так сказать, утаю. Рано ещё озвучивать. В сентябре у нас будут выборы не только Государственную Думу, но ещё и губернатора Ульяновской области. А планирует ли партия коммунистов России принять в ней участие? Выдвинет ли своего кандидата или всё же поддержит кого-то из тех, кто пойдёт? Ну, вот, может, уже есть какой-то такой человек. Ну, вы знаете, мы в 16-м году принимали участие в персональном партии, получил это мне. Как будет сейчас, я вам точно сказать не могу, поскольку всё-таки мы как подлинно коммунистическая партия, у нас есть принцип демократического централизма, да. Тут есть областной комитет партии, есть первый штатник Михаил Сергеевич Долгов, есть городской комитет, Артём Питов его возглавляет, да. Сначала областная партийная организация, есть районное отделение, там, старые мэни, там, ещё в целом ряде районов сейчас создаются, в Сенгелеи и так далее. Вот они, наши коммунисты, должны сначала определиться. Я думаю, что участвовать, конечно, будем. Кто будет кандидатом, должна сначала определиться партийная организация, потом центральный комитет и предбюро это согласуют. И тогда и будет конкретный кандидат. Кандидатов у нас на самом деле много, да. У нас, так сказать, первый штатник Михаил Долгов, яркая личность, ещё целый ряд у нас есть активистов, которые уже на выборах в городскую думу показали хорошие результаты, да. Так что линейка широкая, кадровая. Но как решаться, я... У нас вот, что некоторые говорят, партия Сурайкина. Не может быть партия Сурайкина. Я председатель Центрального комитета только. У нас есть Центральный комитет 100 человек, 76 региональных отделений. В каждом отделении есть областный комитет, или краевой, или республиканский. Есть районные организаторы. Это всё коммунисты, которые принимают решения. Я всего лишь выполняю поручения партии. Если примет областная организация решения меня выдвигать, и Политбюро поддержит, ну, естественно, пойду... Придётся поддерживать. А если ещё и изберут, то буду работать на благо народа на территории области. Но пока сказать это будет самонадеянно и неправильно. А если гипотетически изберут, то какие первые шаги будут сделаны в Ульяновской области? Ну, вы знаете, это резкое увеличение многократно социального бюджета. У нас огромная проблема, например, с финансированием. Ну, была вообще катастрофическая ситуация, например, с лекарственным обеспечением. После известных событий с фармацией в бюджете образовалось почти миллиард. На бесплатное лекарственное обеспечение мы практически депутатским корпусом очень активно довели на правительство, чтобы найти из других статей бюджет и закрыть. Но я считаю, что расходы на медицину должны быть удвоены. Раз. Значит, безусловно, я думаю, что я добьюсь большего выделения средств из федерального центра, поскольку статус федерального политика мне позволяет очень, так сказать, свободно разговаривать с федеральным центром, тем более как оппозиционно. То есть любой, скажем, губернатор, даже самый лучший, он ограничен тем, что все-таки он в системе, и, так сказать, вот он, ну, сказали, что не дадим. Вот иди к себе в область обратно, да, и он пошел, то что он сделает. А я же могу это наехать так, что ему мало не покажется. Поэтому я думаю, что я смогу еще несколько десятков миллиардов, как минимум, из федерального бюджета получить на строительство новую школу, там, вот, в Моноспасском районе надо школу строить огромную, да, еще целый ряд задач. Ну, и одна, наверное, из первых, это борьба с бедностью. У нас, как минимум, около 50 тысяч пенсионеров получают пенсию меньше 10 тысяч рублей. Знаете, это невозможно нажать. Там надо... Меньше прожаточного минимума. Да, надо делать целую программу учета каждого персонального человека и уделять прямые средства из бюджета, как минимум, там, по 10-15 тысяч рублей в месяц, чтобы люди хотя бы нормально жили. И таких задач очень много. Так что, я думаю, что и на этой работе я послужу народу хорошо, да, но другой вопрос, сначала должна решить партия, а потом наши избиратели в Ленинской области. Я думаю, у нас еще будет и не одна возможность об этом поговорить, а сегодня большое спасибо вам за интервью и всего доброго. Вам спасибо.